При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамоты.ру, академик.ру, викисловарь. Сегодня мы с вами вспомним разряды существительных по их значению. Во-первых, это конкретные существительные. Они обозначают предметы, вещи или лица, которые мы воспринимаем с помощью зрения или осязания. Конкретные существительные могут изменяться по числам. Лодка – лодки, пятиклассник – пятиклассники. Следующая группа – абстрактные или отвлеченные существительные. Они обозначают понятия, которые мы воспринимаем мысленно. Это могут быть чувства, качества или действия. Абстрактные существительные по числам не изменяются. Следующая группа – это вещественные имена существительные. Они обозначают вещества. Так же, как и абстрактные, вещественные не изменяются по числам. Они могут быть только либо в форме единственного числа, либо множественного числа. И последняя группа – это собирательные существительные. Они обозначают совокупность предметов как одно целое. Листва – это множество листьев. Детвора – это множество детей. Далее мы с вами вспомним, когда пишется мягкий знак в середине слова. Во-первых, после «мягкой» или «перед любым согласным» – «мельче», «стекольщик». Также мягкий знак в середине слова пишется после мягкого согласного перед «твердым» – «весьма раньше». В остальных случаях мягкий знак в середине слова не пишется, несмотря на то, что согласные произносятся мягко. «Мостик», «песня», «разве». Также мягкий знак не пишется в сочетаниях «чк», «чн», «щн», «нч», «нщ». Давайте с вами вспомним, какие члены предложений можно назвать однородными. Во-первых, если они относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом предложения и могут быть связаны между собой союзами «и» или «а», «но». Разберем это на примерах. «Щенки тесно прижались друг к другу и быстро уснули». «Щенки что сделали?» «Прижались». «Щенки что сделали?» «Уснули». Это предложение осложнено однородными сказуемыми. Они соединены между собой одиночным союзом «и», перед которым запятая не ставится. Другое предложение. «Морское дно было покрыто не водорослями, а серым илом». «Покрыто чем?» «Не водорослями». «Покрыто чем?» «Илом». Это однородные дополнения, которые связаны с союзом «а». Перед союзом «а», помним, всегда ставится запятая. И последнее предложение. «Мы можем спрятаться в пещере или в лесной хижине». «Спрятаться где?» «В пещере». «Спрятаться где?» «В хижине». Это предложение осложнено однородными обстоятельствами. Они связаны между собой одиночным союзом «или», поэтому запятая не ставится.